Дорогие друзья, с тяжелым сердцем обращаемся к вам с сожалением и грустью. Насколько нелегко передавать такие моменты, но мы считаем важным делиться с вами тем, что происходит в нашем мире. Всего лишь несколько минут назад, мы узнали о трагической новости, которая тронула нас до глубины души. Этот 2024 год, начиная с самого его начала, стал временем потерь. В новогоднюю ночь народного артиста госпитализировали, спустя сутки он скончался, как сообщает источник в Новый год случился инсульт. Им стал знаменитый советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации, Александр Серов. Имя Александра Серова давно известно, на всем постсоветском пространстве. Этот певец начал свою сольную карьеру, еще во времена СССР. Некоторые его песни стали настоящими хитами, их исполняют на всех вокальных конкурсах. Среди самых известных композиций Серова, можно назвать звездопад, Мадонну, ты меня любишь, я люблю тебя до слез. Александр Серов настоящий романтик, во всех его песнях чувствуется преклонение, перед любовью и образом прекрасной женщины. В первый раз широкие массы, услышали голос Александра Серова, в 1981 году. Это была песня Круиз, исполненная в дуэте с Ольгой Зарубиной и ставшая большим хитом. Затем последовали еще один дуэт, с Татьяной Анциферовой «Междугородный разговор» и дебютная сольная композиция «Эхо первой любви». Лучшие песни Серова начала 80-х составили первый альбом «Мир для влюбленных». Популярность певца набирала обороты, а после появления видеоклипов Мадонна, «И ты меня любишь» востребованность Александра оказалась феноменальной. Видеоролик «Ты меня любишь» стал первым российским клипом, в котором снялась знаменитость. Это была Ирина Алферова. В конце 80-х Серов начал выезжать с гастролями за рубеж. Артист побывал в Германии, Венгрии, Израиле, Канаде. В США певец собрал полный зал, в Атлантик-Сити. Он выступал сольно, и в дуэте с Дитером Болином и Клиффом Ричардом. Второй диск «Я плачу», куда вошли хиты музыка венчальная, «Ты в моем сердце и я в тебя давно влюблен», имел огромный успех. Это был звездный период творческой биографии Александра Серова. Вместе с композитором Игорем Крутым, автором его значимых хитов, певец стал лауреатом премии Ленинского комсомола. В это же время с участием артиста вышел детективный фильм «Сувенир для прокурора», где он сыграл музыканта. Певец появился на одном экране, вместе со звездами советского кинематографа Юрием Соломиным, Галиной Беляевой, Петром Велиминовым, Светланой Тома. Следующие альбомы «Ностальгия по тебе» и Сюзанна подарили слушателям такие знаменитые композиции, как «Я люблю тебя до слез и звездопад». Затем в звукозаписях наступила длительная пауза, связанная с появившимся недопониманием между Александром и постоянным автором песен, композитором Игорем Крутым. В начале 2000-х дискография артиста пополнилась новой долгожданной пластинкой «Моя богиня», за которой последовали бесконечная любовь и признание. В 2012 году был представлен диск «Сказочный Версаль», «Куда вошли треки «Я не верю», «Дождливый вечер», «Птица». Следующим студийным альбомом певца стал «Любовь возвратиться к тебе», который вышел в 2013. В начале 2020 года артист активно гастролировал. В феврале он также выпустил новый музыкальный альбом «Крик на причале». В период карантина у Александра Николаевича значительно упал доход. Однако он не распустил своих музыкантов и продолжал платить им зарплату. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, певец даже начал распродавать свою коллекцию автомобилей. Весной 2021 года артист выпустил новую песню «Талисман». Автором композиции выступил его друг-композитор Дмитрий Прянов. Серов продолжает выступать с гастролями, радуя российских поклонников. На его официальном сайте были указаны анонсы выступлений. В период карантина, несмотря на финансовые трудности, Александр Серов оставался верен своей музыке и публике. Новая песня «Талисман» стала своего рода светлой лазурью, в темных временах, принося нам надежду и воспоминания о его неповторимом творчестве. Но к сожалению в этот новогодний вечер нам приходится прощаться с этим талантливым артистом. Его голос и его песни будут жить в наших сердцах, напоминая нам о красоте и магии музыки, которую он дарил миру на протяжении долгих лет. Осенью 2021 года певец Александр Серов решил взять участие в новом увлекательном проекте дуэты. Это шоу представляло собой уникальное испытание для участников, поскольку они не знали с кем будут выступать на сцене, а в момент выступления не видели друг друга. Голоса исполнителей специально искажались, создавая загадочность и невероятный элемент сюрприза. Александр Николаевич решил поэкспериментировать и принять участие в этом захватывающем проекте. Его партнером оказалась дочь Мишель. В отличие от отца, девушка знала, с кем ей предстоит выступать, но как она поделилась в интервью, это не сделало ей процесс менее захватывающим. Оказавшись в числе участников, Серов внес свой вклад в разнообразие и загадочность проекта, создавая невероятные дуэты. Однако несмотря на свою активную творческую жизнь, освещенную в различных проектах, в жизни Александра Серова произошли и более трудные моменты. Он оказался среди звезд эстрады, которые открыто высказали поддержку российской политики после начала специальной операции в Украине. Эту позицию певец озвучил в интервью в передаче Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» в феврале 2023 года. Из беседы стало известно, что у Серова остались родственники и друзья на малой родине, в городе Николаеве. Также он поделился, что его мама похоронена именно там. Однако из-за того, что Александр Серов ранее попал в список украинского сайта «Миротворец», ему было запрещено въезжать в страну. Это обстоятельство стало серьезной преградой для посещения могилы матери, что приносило артисту большую горечь. В марте 2023 года на НТВ вышел выпуск программы «Секрет» «На миллион Леры Кудрявцевой», где гостем вновь стал Серов. В интервью он рассказал, что до сих пор мучается от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Известность не сделала его невосприимчивым к болезни, и теперь он сталкивается с проблемами, такими как невозможность контроля эмоций и раздражения от посторонних звуков. Из-за этого ему пришлось даже попросить дочь Мишель с ее семьей, съехать из его загородного дома. Таким образом жизнь Александра Серова, полная творческих вершин и трудностей, продолжает развиваться, оставляя след в истории российской эстрады и запечатлевая в памяти поклонников свою уникальную личность и талант. Мы выражаем искреннее соболезнование семье и близким Александра Серова. Пусть его душа отдохнет в мире, а его наследие будет вечно жить в наших воспоминаниях и в его великолепной музыке. Дорогие друзья, давайте вспомним его великолепные моменты, поделимся впечатлениями и сохраним в наших сердцах теплые воспоминания об этом уникальном творческом духе. Спасибо за внимание, и пусть музыка Александра Серова останется с нами навсегда.